Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. Движение по правилам. Радио Комсомольская правда, наша традиционная рубрика «Отдельная тема движения по правилам». С вами Александр Цариков, Павел Филиппов. И наш сегодняшний гость из госавтоинспекции. Да, заместитель начальника отдела ДПС и взаимодействия с правоохранительными органами управления госавтоинспекцией по Свердловской области, подполковник полиции Денис Митрешов. Здравствуйте, Сергеич. Поговорим мы сегодня о грубых нарушениях правил дорожного движения, о том, какая работа ведется госавтоинспекция для того, чтобы их не было. Рейды специальные, да, с рейдом граждан. Ну, вот смотрите, с рейдов начнем, или профилактические мероприятия, как они у нас называются, да. Само по себе, наверное, здорово. Но как быть с тем, что рейд, он ограничен по времени? Ну, и по целям, там же конкретный раз ловят то пьяных, то вот с какими-то нарушениями на автомобиле, установленными лишними световыми приборами и так далее. Да, вот каждый раз, подо что-то оно рассчитано. Да, как раз сейчас я вам расскажу, как у нас выбирается и планируется мероприятие. Начнем с того, что время и место проведения того или иного профилактического мероприятия выбирается не случайно. О чем вы тут говорите, да, вот как раз начали разговор. В основном, принятие решения закладывается анализа аварийности, правоприменительная деятельность, а также учитываются различные переменные факторы, погодные условия, праздничные выходные дни, ну и так далее, можно перечислять. В связи с чем, приоритет отдается наиболее напряженному времени и участкам для проведения рейдовых мероприятий. Проводить рейдовые мероприятия в то время, когда на автодорогах максимально спокойная ситуация, я считаю, что... Ну, бессмысленно. Да, совершенно верно, правильно говорите. Цель любого рейда не выявить как можно больше нарушителей, как многие считают, когда видят нас, сотрудников госавтоинспекции, на дорогах в увеличенном количестве, а сделать так, чтобы водители были дисциплинированы на дороге. Как пример, в ходе мероприятия где-то на отдельной территории неделю назад могло быть выявлено порядка 50-ти нетрезвых водителей, да. Сегодня провели там в одном отделенном мероприятии, выявили 5-7 водителей, исключили с дорожного движения. На сегодняшний день там уже проедет, допустим, один водитель в состоянии опьянения, да. Почему? Да потому что самые несознательные водители были исключены из процесса дорожного движения неделю назад, да, вот это, что мы сейчас смотрим. Те, кого не исключили, те крепко задумались. Да. А еще часть, получив наглядный негативный пример, пересмотрели свое отношение к вождению в нетрезвом состоянии. А один, который все-таки попался, да, и был уверен в своей исключительности о том, что не будет сотрудников госавтоинспекции, и он проскочит на... И не будет привлечен к административной ответственности. Ну, если про пьяных водителей все понятно, это где-то вокруг праздников, неважно, майские, это новогодние, либо какие-то другие, то вот по другим рейдам, по другим профилактикам, как решения принимаются? То есть, там из чего исходят? Ну, например, там, не знаю, завтречку. Ну, когда завтречку начинают ловить, безусловно, проводя рейдовые профилактические мероприятия, мы ожидаем снижения выринности по тем или иным причинам даже транспортных происшествий. И да, необходимый эффект мы получаем. Если говорить о статистике, то та работа по профилактике нетрезвого вождения проводимыми годами на сегодняшний день дала свой накопительный эффект. В первом квартале 2023 года на территории области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий. Снижение наблюдается на 12,1% с участием водителей в состоянии опьянения именно. Аналогичный год прошлого периода было 33, в которых, к сожалению, погибло 30 человек. Но здесь снижение 62% идет. Достигаем все-таки снижение потяжести вреда здоровью именно водители в состоянии опьянения, которые тогда управляют. 43 человека ранено, снижение на 12%. А вот я немножечко, как называется, офф-топ сейчас спрошу. Как думаете, эффективнее будут как раз-таки такие действия, если появятся алкозамки на машинах, что вот ты пьяный, за руль не сможешь сесть? Или все равно русский человек найдет способ как-то систему обмануть? Да, конечно, русский человек, мы же всегда найдем какой-то выход из любой ситуации, потому что у нас же такой менталитет, да. Ну, я думаю, что алкозамки, они с одной стороны, да, кажут какое-то содействие, но я думаю, что наш русский гражданин может и другого человека попросить дунуть. Да, да, да. Сядет сам за руль, поэтому тут такая ситуация. Ну да, слушайте, вот мы с вами встречку уже затронули, да, выезд на встречную полосу движения. Вот, насколько я понимаю, самое опасное нарушение на трассах, на загородных, да, если мы говорим загородные трассы, но помимо алкогольного опьянения все с ним понятно, это, собственно говоря, превышение скорости, причем существенное превышение, да, когда водитель теряет контроль за автомобилем, и, собственно, выезд на встречную полосу движения. Каким образом эти нарушения фиксируются? Скорость, понятно, это автоматизированная, фиксация сейчас автоматизирована, в большинстве случаев. Как со встречкой быть? Ну, у нас есть ряд методов, активно которые мы используем, да, именно госавтоинспекция, это начну с упомянутой вами автоматической фиксации, да, вот у нас есть автоматическая фиксация, которая стоит на дорогах нашей области. То есть, это срабатывание на встрече тоже, да? Да. Мобильные системы, помимо скоростного режима, именно мобильные системы, они также фиксируют данный вид нарушения, именно встречную полосу. То есть, этот кордон про, о котором говорили. Совершенно верно, которые стоят, мобильные, они фиксируют не только превышение скоростного режима, но и выезд, предназначенное для встречного движения автомобиля. Поэтому вот это тоже есть такой метод, именно автоматической фиксации. Еще один метод, который мы используем очень часто, это скрытый контроль за участниками дорожного движения. Когда в потоке транспортных средств двигается служебный автомобиль в стандартном исполнении, я думаю, наверное, наблюдали, хотя бы, ну, в основном, любое такое проведение мероприятия сразу же пытаемся осветить, чтобы граждане наши были в курсе, да, были в курсе о том, что это не какое-то там подставное лицо, это именно сотрудники, несущие службу на скрытом патрулировании в служебном транспорте, не имеющей раскраски, то есть в стандартном исполнении. То есть обычный гражданский автомобиль, другими словами. Да, совершенно верно. И он работает в потоке транспортных средств, двигается и фиксирует нарушителей с последующей передачей инфорядом на ДПС. То есть едет в транспортном потоке, фиксирует скорость там ремни перевозка детей и передает наряду, который стоит на отдаленном расстоянии. Наряд уже принимает меры для остановки данного транспортного средства и привлечения его к административной ответственности. А вот еще я такой знак встречал, когда до Первого Уральска едешь по поводу фиксации, в том числе нарушения пересечения разделительной полосы. Работает дрон. Вот на желтом фоне такой большой щит. Дроны это тоже видят? Смотрите, да. У нас... Мы также проводим данные мероприятия совместно с Росгвардией. Используем для фиксации нарушения встречки, применяются беспилотные летательные аппараты. То есть это мы прорабатываем с Росгвардией вопрос, и каждое проводимое профилактическое мероприятие, которое у нас направлено на пресечение выезда на сторону дороги, предназначенное встречного движения, привлекается от дроны. Но не в всех тех местах, где установлены дорожные знаки. Мы, еще раз говорю, прежде чем провести какое-то мероприятие, мы проводим детальный анализ. Для того, чтобы увидеть, в чем причина у нас, и где у нас происходят в большей степени данные дорожно-транспортные пришествия, и там мы уже с Росгвардией прорабатываем вопросы и выдвигаемся в те места для отработки данных участков дорог. Смотрите, про пьяных хочу поговорить все-таки. Сейчас водитель, который управляет автомобилем в нетрезвом виде или в состоянии наркотического пьянения, привлекается, в общем, к достаточно серьезной ответственности. То есть, это лишение прав на полтора года, как правило, штраф 30 тысяч рублей. Это я говорю про тех, кто впервые допустил... Ну, а за повторку уголовные даже. За повторку, да, уголовная ответственность есть. Иногда изымается автомобиль как средство... Совершения преступления. Преступления, да, за что-то такое. Есть же доказательства. Ну, да-да-да. По вашему опыту, почему все-таки повторно продолжают совершаться такие... Этими людьми. Да, правонарушения. Повторщиков фитловят периодически. У нас и в ГИБДД выдают нам статистику также по этому поводу. Совершенно верно. Вы знаете, есть некоторые вещи, которые, примерив, на себя кажутся невообразимыми, да. Имея определенный опыт за мою службу в госавтоинспекции, можно попытаться понять, что движет такими людьми. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, но я могу выделить приблизительно общие психологические черты таких ситуаций. Кто-то, вообразив себя бунтарем, открыто бросает вызов обществу. И государство осознанно управляет транспортным средством в нетрезвом виде. Больше тут по-другому не назовешь. Просто бунтарь, можно так сказать. Иногда это связано с представлением о некой собственности крутости, хвостостом в кругу общения. Кто-то считает себя исключительным человеком и лучшим водителем, наивно полагая, что негативные последствия нетрезвого вождения обойдут его стороной. Другие, немного выпив, неправильно оценивают свое состояние, искренне считая себя абсолютно трезвыми. Часть водителей, сами себя загоняя в ситуацию, когда они выпили, но при этом нет других вариантов, как добраться до дома, рассчитывают. А вось повезет там или проскочить, не остановят сотрудники госавтоинспекции. Ну да, есть же в принципе услуга трезвый водитель. Ну да, в принципе есть, насколько я знаю, трезвый водитель. Это должна быть обязательно страховка без ограничений, чтобы воспользоваться. Бывают, конечно, водители, которые, доведя себя до невменяемого состояния, вообще не осознавались, что делают. Были и случаи, когда люди на фоне личных проблем, как будто осознанно, искали себе смерть. То есть, выпив то или иное количество алкоголя или употребив наркотические вещества, вода и такие попадаются, решают совершить суицид. Не думаю о том, что может пострадать и другие люди от его умышленного создания той или иной ситуации, когда он хочет совершить ДТП, да, либо выскочить навстречу, либо съехать за дорогой. Вот так недавно в конце марта был случай, хочу рассказать вам из городов. Сложно понять вообще данного водителя. В разгар рабочего дня двое товарищей решили выпить. Находясь в черте города, поехали за добавкой. Вдумайтесь, в шаговой доступности имелись магазины, но нет принятого решения ехать на автомашине. Автомашина не была в собственности у водителя, и ранее он был лишен права управления за нетрезвое вождение. Так вот, двигаясь по городу, на его пути встретился наряд ДПС, которые пытались остановить данную автомашину. И знаете, как дальше сложилась судьба этого водителя, который проигнорировал остановку и решил, так сказать, уехать от сотрудников? Началось преследование. Сложилась судьба у него самым суровым путем. После этого, как он не остановившись, пытался скрыться и вылетев с дороги, погиб. При столкновении с препятствием. Его товарищи, находившиеся с ним в машине, а также другие участники дорожного движения, чудом не пострадали. Рассчитывали погибшие на такой исход? Думаю, нет. Как и большинство, кто садится пьяный за руль. Давайте мы сделаем паузу и напомним с нами сегодня заместитель начальника отдела ДПС взаимодействия с правоохранителями органами управления госавтоинспекцией по нашему региону Денис Митришов. Говорим мы про профилактику грубых нарушений правил дорожного движения. Отдельная тема. Движение по правилам. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем мы наш разговор сегодня с Денисом Митришовым, заместителем начальника отдела ДПС и взаимодействия с правоохранительными органами управления госавтоинспекцией по Свердловской области. Да, все это в рамках нашего специального блока, где мы общаемся с представителями ДПС и ГАИ «Движение по правилам». Итак, очередная порция вопросов готова у нас уже. Да, смотрите, вот мы говорим, поскольку про грубые нарушения правил дорожного движения. Ваш шеф, господин Спиридонов, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения, выступая перед ЗАГС-собранием, предложил, на наш взгляд, вообще-таки достаточно вменяемый, адекватный... Рациональный предложение. По повышению безопасности дорожного движения, которые, на мой взгляд, они практически полностью исключают опасные нарушения. Ну, то есть, он предлагал установить тросовое ограждение на трассах, обустроить дополнительные полосы для движения. Освещение добавить. И так далее. Что еще можно сделать? Ведь, действительно, это меры не только для повышения безопасности, но и для того, чтобы эти нарушения просто-напросто убрать. Согласитесь с этим? Да, я с вами полностью согласен о том, что одна из мер тоже, это как у нас идет, да, в рамках безопасной и качественной дороги, одна из методик, это не только работа нарядов дорожной патрульной службы, но это и обустройство и строительство уличной дорожной сети, да. Организация дорожного движения, другими словами. Да, совершенно верно. Просто это, я считаю, что наиболее будет эффективный метод, как и говорил наш руководитель о том, что тросовое ограждение, разделение полос для движения, да, разделительные полосы, и расширение проезжей части, это один из основных, я считаю, что методов для предотвращения дорожно-транспортных происшествий по той или иной причине. Это выезды на сторону дороги, признаначенные встречи на движение. Даже выезд с прилегающей территории, либо, ну, различные ситуации происходят на дорогах нашей области, поэтому и не только в области, по всей территории Российской Федерации. Я говорю, что самый, я считаю, эффективный метод, это вот будет расширение уличной дорожной сети, тросовое ограждение, освещение. Разделение потоков, другими словами, да? Да, разделение потоков, как вот у нас на сегодняшний день уже, многие, я думаю, наблюдают о том, что это автодорога Екатеринбург-Реша-Лапаевск, как сейчас идет там расширение проезжей части, будет разделение на четыре полосы. Также Тюменское направление, также в этом году продолжается расширение проезжей части. Ну, Пермское направление на федеральных и региональных дорогах. Эта работа продолжается и двигается в нужном, я думаю, направлении. Для нас это гораздо будет легче работать в данной категории для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Еще про нарушения поговорим. Вот к числу грубых нарушений ПДД относится поворот и разворот в неположенном месте, проезд на красный свет, непропуск пешеходов. На главной дороге автомобилей. Почему, несмотря на то, что это очевидно опасные нарушения, которые для водителя, который такое нарушение совершает, тоже совершенно-таки могут не пройти без крови, тем не менее продолжают совершаться. Что движет этими водителями? Почему они решаются на эти жуткие маневры? Знаете, это как я ранее уже озвучил, да? Различные формы осознанных нарушений ПДД. Такие нарушения зачастую связаны с личным качеством конкретного человека. То есть самонадеянность какая-то? Просто бытовое хамство, безграмотность, низкосоциальная ответственность. Я думаю, вот здесь по-другому не сказать, потому что, ну вот, кому-то удобно развернуться в неположенном месте, потому что он куда-то торопится, куда-то нужно поехать. Кто-то проезжает на красный сигнал светофора. Вот когда останавливаешь, да, водителей за нарушение правил дорожного движения, они говорят, вот я не увидел, я тороплюсь, я куда-то опаздываю. А они думают о том, что это может привести к каким-то последствиям, к печальным, а надеются на свою как бы вот уверенность. Ну типа фарт вывезет. Да. Что повезет. Да, поэтому я говорю, что вот различные методы, они когда вот останавливаешь в действительности, говорят, просто вот иногда даже смешно, потому что уже настолько привыкаешь, одна и та же фраза у всех, я тороплюсь, я опаздываю. И конкретно люди, видимо, не вдумываются о том, что может это принести к тяжким последствиям. Ну да, потому что, смотрите, поворот или разворот в неположенном месте, сколько там летит встречный поток, да, человек разворачивается, как будто не глядя вообще ни на что. Или часто бывает там разворот налево и с правой полосы. Ну очевидно, что ты делаешь, в общем, не только опасную, но и глупую вещь. Да, совершенно верно. Так вот водитель-то это же понимает, что он нарушает правил дорожного движения. Ну просто говорю еще раз, видимо, на тот момент, когда он торопится или куда-то спешит попасть, он не думает о том, что это может привести к дорожно-транспортным происшествиям, он убеждается, вроде бы я тут быстренько проскочу, с левого ряда направо поверну, с крайнего левого, пока тут никто не видит, там, сотрудники госавтоинспекции в первую же очередь, они посмотрели по сторонам, нет, у нас не стоят сотрудники, и решили, я быстро здесь проскочу, успею, время сократив. Ну, у нас много таких случаев происходит, и потом уже везде на телевидении, на радио рассказывают про подобные ситуации, что вот водители, последствия дорожно-транспортных, причина дорожно-транспортного происшествия, именно нарушение водителями и отступление от правил дорожного движения, они задумываются о том, что правила дорожного движения написаны кровью, реально написаны из тех ситуаций, которые происходили на дорогах, поэтому вводятся в то или иное ограничение данной категории. Есть такой знаменитый фильм 1955 года с Джеймсом Дином в главной роли, назывался он «Бунтарь без причин», и там вот эти вот глупые поступки, вот там прокалывание колес автомобилей, пьяная езда за рулем приводит к очень-очень печальным последствиям для персонажей, которые вот в этом всем процессе задействованы. В общем, вот эти дурные бунтари без причин. Слушайте, хорошо. Еще про одних бунтарей все-таки хочу поговорить, вернуться к тем, кто выпивает. Как можно сообщить о нарушениях, о грубых нарушениях? Например, там недавняя ситуация Екатеринбургская, видел у нас гражданин один по тротуару. Все сняли на видео, сообщили через стрессовую массовую информацию, да, насколько я понимаю, его оштрафовали. Опасная ситуация? Опасная, потому что он там пешеходов мог переехать запросто. Водитель в нетрезвом состоянии. Как поступать правильно? Вот, например, мы видим человека в явно нетрезвом состоянии. Мы видим, что кто-то в машине сидит, пьет буквально. Что делать? Ну, в данном случае нужно проявить свою гражданскую ответственность и незаметительно сообщить по телефону 02 либо 112 о том, сразу же с точными данными, да, чтобы нам быстро отреагировать на данное сообщение, направить экипаж, либо направить лежащих сотрудников полиции, кто ближе будет к этому месту находиться. Потому что это самое, не на есть страшное нарушение, это пьяный водитель. Потому что из-за пьяных водителей всегда идут тяжкие последствия. Поэтому нужно, еще раз говорю, проявить свою гражданскую ответственность, сообщить по телефону 02 или 112 о том, что где транспортное средство стоит, кто-то собирается садиться, начинать движение, конкретный адрес, сказать госномер, и сразу же наряды будут проинформированы посредством связи и ориентированы на задержание транспортного средства. Ну, вот как быстро, потому что ведь... Ну, вот у меня был эпизод 4 года назад, я увидел, что человек реально пьяный, еле стоящий на ногах садится в машину, пытается ее завести, я записываю номер, звоню, и меня начинают из одного подразделения в другой отправлять. Я реально, по-моему, позвонил в три разных подразделения, и в третьем я сказал, ну, сейчас мы что-нибудь сделаем. То есть, времени прошло приличное количество, то есть, больше часа, я просто вот пытался дозвониться. Сейчас есть какое-нибудь, знаешь, волшебное слово, чтобы сказать, и тебя услышали? Ну, я думаю, сейчас у нас хорошо работает единая система, да, службы это 112, и не будет такого, как бы они сразу же примут у вас сообщение и передадут в то подразделение, которое находится вблизи. То есть, сразу же система 112 распознает, на какую территорию нужно направить данное сообщение. Часто у нас появляется, не появляется, а бывают такие граждане, которые сами видят, когда человек садит сообщение в трезвом состоянии, подходят к его автомобилю, достают ключи из автомобиля и сообщают сразу в полицию, незамедлительно приезжаемые. Вот у нас за эти прошедшие, да, праздничные дни первые, да, которые прошли вот 1 мая, у нас было много сообщений от граждан, а именно о том, что передвигаются пьяные люди. И наши сотрудники задерживали, оформляли, привлекали к административной либо уголовной ответственности за майские праздники. Было достаточно привлечено водителям нетрезвым управлением транспортными средствами, поэтому мы организовывали мероприятия, усиливали. А вот как думаете, вот в Нижнем Новгороде такой предложили вариант 2000 рублей давать тем, кто будет сообщать о пьяных водителях за рулем, если это подтвердится. Вот такая система вообще имеет смысл в Свердловской области? Может ее запустить? Или и так достаточно? В Нижнем Новгороде с 1 мая она уже заработала. Ну, это же опять все-таки, я думаю, что зависит от правительства, да. Там же в Нижнем Новгороде, я так полагаю, что губернатор либо правительство решили принять такие меры. Может, в виде эксперимента? В виде эксперимента, скорее всего, потому что я от вас первый, если я честно, услышал такую информацию о том, что вот у нас... Нет, у нас более как бы активные граждане, считаю, что сообщают и так. И без денег. Да, и без денег, потому что никто неравнодушный не останет, я думаю. Потому что видят статистику дорожно-транспортных пришествий, и ролики, которые у нас показывают и озвучивают. Здравствуйте, совершенно, да. Да, и поэтому проявляют свою гражданскую ответственность достаточно хорошо. За что и спасибо. И хотелось бы обратиться сразу, пользуясь случаем, к радиослушателям, чтобы они оставались неравнодушными, сообщали по телефону 0-2, либо 112 от таких водителей, которых они наблюдают перед собой. Слушайте, имеет ли смысл фиксировать все на телефон, видеокамеру и так далее? Ну, это, знаете, лишним не будет. Лишним не будет, да. Это еще правоприметивная доказательная база будет очень хорошо оказана, и потом при судебных решениях. У нас немного времени осталось. Короткий вопрос. Часто сейчас, просто возвращаются к этому уже не первый раз, обсуждение штрафа за опасное вождение. То, что называется. Вот ваше отношение... Экспертное мнение. Экспертное мнение. Стоит, не стоит его вводить? Или у нас, в принципе, в правилах дорожного движения и так достаточно мер для того, чтобы отреагировать? На самом деле, этот вопрос к законодательной системе. Возможно, штраф за опасное вождение не введен по причине проблем доказательной базы. Именно о том, что как все-таки доказывать эту доказательную базу, собирать о том, что это все-таки было опасное вождение, и какие-то меры. В правилах дорожного движения прописано, да, запрещено. Ну, кодекс административных порношений, данная статья за привлечение к административной ответственности пока на законодательном уровне не разработано. В связи с тем, что, я говорю еще раз, это нужно очень хорошую доказательную базу, и как-то нужно разъяснить не только сотрудникам госавтоинспекции, но и тем же водителям, которые приходят к опасному вождению, чтобы знали, что это запрещено. Ну, и что такое опасное вождение, а что им не является? Да, совершенно верную формулировку конкретную дать, и все-таки было понятно. Я считаю, что опасное вождение все-таки нужно к нему придать принципиально, потому что, когда вот ездишь, я думаю, вы тоже ездите на территории, видите, когда начинают из стороны в сторону перепрыгивать в шахматном порядке, передвигаться с превышением большой скорости и создавая аварийную ситуацию. Поэтому здесь нужно прорабатывать этот вопрос, и все-таки, думаю, привлекать. Денис Смитришов с нами, напомню, заместитель начальника отдела ДПС и взаимодействия с правоохранителями органами управления госавтоинспекцией по Свердловской области. Мы прервемся, сделаем паузу и вернемся совсем скоро. Тебе рекомендую.